Стрим сейчас, подождите, спокойно, товарищи, сейчас, еще, да, у нас после этого всего где-то просмотров где-то 500. Раз, раз, раз. Так, ребята, алло, алло, всем здравствуйте. Добрый вечер. Мы начинаем наш, скажем так, полу-новогодний, предновогодний ивент под названием Дата Ёлка. Это такой формат, скажем, когда мы подводим итоги года, у нас произошло много событий в мире, в Украине, мы много чего сделали, много чего сделали другие чуваки, и вот мы, скажем так, хотим подвести итоги. И сегодня послушать будет 4 докладика про самые такие досущные темы. Это про computer vision, про NLP, про соревновательный data science и немножко про нас, что мы сделали и что планируем сделать в следующем году. Поэтому вот первый докладик будет про computer vision. Его сделает Александр Абедников, который head of the phase recognition в Renlabs. В общем, что-то сделает крутое, наверное. И вот он вам поведает про новиночки в 2017 году в computer vision. Поприветствуем, пожалуйста. В общем, да, всем спасибо. Сейчас будет такая небольшая ретроспектива, годичная такая, которая абсолютно субъективна, поэтому если что, не пинайте меня ногами. И вот об этом следующий дисклеймер. В общем, все, что дальше, все статьи, которые будут здесь предложены, это статьи, которые я выбирал абсолютно субъективно, которые лично мне понравились и показались интересными. А также это все касается только computer vision. То есть никакого NLP, никакого reinforcement learning, никакого анализа звуков, в общем, всего этого не будет. Но если вдруг я какую-то очень крутую вашу любимую статью пропустил, то вы обязательно скажите об этом. И в конце мы поучаствуем в такой дискуссии, наверное, или обсудим какую-то из тех, которые я назвал. Ну, в общем, если что, и я вашу статью не называл, или там вашу любимую статью, то не обижайтесь, пожалуйста. Так, в общем, чем нам заполнился вот 2017 год? Вот если так оглянуться год назад, то не было довольно много архитектур, и которые в первую очередь были нацелены на то, чтобы все работало быстро. То есть вроде как уже научились с помощью диплёринга делать точно, но вот быстро как-то не очень клеилось. Поэтому было придумано следующие архитектуры. Например, вышел MobileNet, который в 2017 году, а уже все так используют его, как будто он уже сто лет как. Он в основном утилайзит всякие депвайс-конволюции, то есть это развитие идей вот этих всех exception и так далее. Далее еще одна интересная архитектура, которая появилась. Это нас.нет. Это архитектура, которую сеточка подбирала сама. То есть там была рекуррентка, которая подбирала архитектуру, грубо говоря, писала код. Там структура этой сети, которая училась на цифр 10 и минимизировалась ошибка, которая получалась на этом датасете. А здесь слово transferable, потому что архитектура, которая получилась, эти все специфические блоки, они потом обучались на ImageNet и получились вот такие классные результаты, которые вот здесь на графике. Что нас.нет он и точный, и вроде как довольно немного в нем операций. То есть если сравнивать, вот здесь вот внизу MobileNet и ShuffleNet, который вот первый и третий здесь. А вот красненькими это у нас неты. Да, и далее у нас ShuffleNet, который у нас тоже утилайзит те же самые операции, которые MobileNet, но еще и делает такой shuffle между каналами, как своего рода регуляризация. Вот примерно так. Далее еще сети, которые появились совсем недавно, а именно в ноябре это CondenseNet. И вот в сентябре появился Squeeze and Excitation. В общем, вот эта последняя штука, она нарисована вот здесь. По факту она пробрасывает вот такой особый блок практически как везде. То есть есть вот здесь слово residual можно менять на inception и получится SE inception вместо SE resnet. Честно, сам не пробовал, но вот выглядит. Говорят, что это очень хорошо работает и как обычно работает чуть быстрее, чем горит солнце, но при этом точно. А CondenseNet это такая смесь обычного денснета, но при этом еще с механизмом встроенного прунинга, квантизации и так далее. То есть вот обычный денснет, если вы хотите сделать его быстро, то есть он во время обучения выбирает, какие ему свертки нужны, какие не нужны, то вот CondenseNet это по адресу. К слову, есть имплементации там на PyTorch, на Tefi, в общем, на всем есть. Так, далее отдельно сразу скажу, что я не супер большой специалист в ганах, но здесь было чертовски много статей. Меня хватило вот на 7 написывать, но на самом деле их было очень-очень много. Вот я на самом деле этот слайд в основном добавил из-за вот этого деблюр гана, который написали одногруппники Виталика. Но Виталик не слышит, поэтому ничего страшного. В общем, мне лично особенно понравились вот эти сайкл ганы, бисайкл ганы. Вот одно время была такая страсть заставить моих коллег попробовать это. В общем, я очень долго ныл, и мы попробовали превращать день в ночь и ночь в день. В общем, чудеса, а не ганы. Это было тоже своего рода довольно большим трендом. Далее из таких еще интересных моментов. Силу. Силу на самом деле лично мне понравился своим пейпером. Это было реально круто. То есть ты читаешь статью, которой, ну, на секундочку, 101 страница вместе с заглавной. Ну, в общем, 8 страниц самого пейпера и дальше 92 страницы доказательств каких-то теорем, которые даже сходу ты не можешь понять, к чему они там вообще присутствуют. В общем, сама статья по себе составлена отлично. В общем, если, ну, как пацаны ее писали, это вообще шикарно. Вот здесь даже, вот, можно видеть, как это выглядит. Вот здесь прекрасные magic number, которые доказывались на этих 92 страницах. О чем можно сказать еще? Силу, в общем, наверное, только ленивый их еще не попробовал. Практически все фреймворки уже вместе с ними. Наверное, потому что так легко было их добавить. В общем, работает только с альфа-дропаутом. С обычным не работает. И если вы будете инициализировать не по православному, то есть не так, как там они указали в статье, то, в общем, тоже работать не будет. Ну и также совсем не будет работать, если у вас есть skip connection или если это рекуррентная сеть. Вот последние два пункта проверено. Вот точно не работает. Еще одна прикольная штука, которую я заметил, это concrete dropout. На самом деле мне она нравится, потому что здесь она позируется на довольно такой pure-mass штуке от DeepMind, которая вот в 16-м году выпустили такой метод, который позволяет делать continuous relaxation для дискретной какой-то случайной величины. И, казалось бы, на такой абсолютно сугубо математической штуке построили dropout, у которого вот параметр DATP, он, в общем, тренируется обычным бэкпропом, и все, в общем, все хорошо. Мне показалось, что это забавно, потому что вот чистая математика приводит к каким-то прикладным штукам. Далее еще по поводу того, что segmentation, detection и так далее. Мне лично вот три статьи отметилось. Наверное, это maskar.cnn, новый state of the art для сегментации. dssd, это вот если вы хотите single-shot detector, который работает как-то достаточно быстро, вот избавиться от слова быстро и добавить туда деконволюцию, чтобы это было снова медленно, но точно. то получите вот dssd. А еще одна штука, которая вот, не знаю, совсем мне понравилась, это то, что вот называется drbox, learning rotation variant detector. В общем, идея в том, что в bounding box теперь вращаете, и это по-настоящему круто. То есть, на самом деле, это круто даже для того же face recognition, когда вам детектор возвращает сразу как бы повернутое лицо. В общем, это реально прикольно. Можно вот, например, есть такой стран датасет, изображение со спутников, и там нужно всякие объекты считать. И вот понятное дело, что когда вы вращаете bounding box, чтобы не детектили тут, я не знаю, что-то припарковано, машины или корабли, то когда вы повернете bounding box на правильный угол, то будет детектилить замечательно и все такое. Есть код на гитхабе. Основная идея в том, что мы чуть-чуть переписываем критерий intersection over union, так, чтобы еще и там угол участвовал. Ну и плюс мы добавляем, вот где у нас есть стандартные bounding box, мы добавляем еще такие повернутые. Далее еще одна статья, которая все время близко ходит вокруг меня. Это angular softmax. В общем, идея в том, что чуваки посмотрели на то, как делать face recognition, поняли, что все-таки обычный softmax тоже работает. Но вот это всякие регуляризаторы, которые мы добавляем до него в виде там центр лосса, это на самом деле не самый лучший вариант. В общем, они додумались за того, что запихнуть все эмбеддинги на сферу и переписали вот обычную там, обычный softmax с помощью, ну через скалярное произведение заменили на норму и косинус угла между этим. Потом косинус здесь сказали, а давайте мы заменим его на множественный какой-то угол, вот здесь m. и пусть будет работать так. И вот здесь вы можете посмотреть хорошие результаты. То есть сейчас это state of the art, если вам дается маленькая база на тренировку, а на большой вы тестите. То есть если у вас совсем много данных, то точность плюс-минус одинаковая, но вот если мало данных, то вот это супер хорошо работает. Здесь можно посмотреть на гистограммы, которые расстояние между позитивными парами и негативными, что вот когда мы делаем тут множественный угол, например, три или четыре, то вообще разбегаются эти две гистограммы, а это значит, что это хорошо. Далее еще было достаточно много статей всяких про тренинг и оптимизейшн. То есть на самом деле там, как обычно, все старались с новыми методами оптимизации, то есть там адом поменяли на какой-то новый, в общем, пытаются его сбросить с вершины. Кажется, называется yellowfin, но я его сюда не включил. А вот что интересно, это то, что вот есть прикольная статья, кажется, от Google. В общем, как тренировать ImageNet за один час. В общем, если у вас есть 256 GPU случайно, то вот статья ровно для вас. Можете попробовать у себя дома на ферме, выключить биткоин и потренировать. Здесь рассказывается вот главный там linear scaling rule. То есть это как бы главный поинт этой статьи в том, что когда у вас есть множество мини-батчей, которые вы учите на разных GPU-шках, то вам нужно и learning rate как бы тоже скейлить. Вот вторая штука, это называется тоже так провокационно. Don't decay the learning rate, increase the batch size. В общем, ребята сравнили, ну тоже, как обычно, данных много, памяти, точнее, много. В общем, можно попробовать. И они сравнили, что делать, если learning rate не уменьшать, а каждый раз увеличивать batch size. Вот вы вышли на плато, и давайте увеличим batch size. В общем, по верхнему графику видно, что на самом деле с точки зрения количества эпох останется все то же самое. То есть здесь даже видно, когда они увеличивали, и вроде как одинаково. Но вот с точки зрения числа апдейтов параметров, это, конечно, выигрышная стратегия. То есть если вы будете вручную считать, сколько же вы раз апдейтели параметры, то это the right way. Но опять-таки обычно batch size, насколько я понимаю, выбирают ровно столько, чтобы влезть на видеокарточку. Но вдруг, если у вас есть 256 GPU, для вас это тоже актуально. Вот. И следующее, наверное, что мне особенно нравится, это batch renormalization. Тут есть первое, с чем он фиксится, это когда у вас маленький batch. Ну, это как бы, наверное… То есть маленький batch имеется в виду там batch 1, 2, 4. Это одна проблема. Не знаю, она не сильно больная, больная. Но вот вторая довольно больная. То есть когда у вас сэмплы в batch не IID, то есть если они там не одинаково распределенные и не независимые, то тогда у вас, когда вы тренируете с обычным batch-нормом, то у вас как бы дело дрянь. А batch renormalization, он как бы позволяет с этим бороться. Вот. Это на самом деле очень круто. То есть, например, вы можете брать видео и по фреймам у вас будет batch, например, в котором там типа batch из 32, допустим, фреймов, и 16 из них будет из одного видео подряд идти, и оно все равно будет тренироваться. В общем, это прикольно. И, ну, кратко как-то решается, они просто в определенный момент клипают и как бы batch, вот эти вот параметры обучающие, они не получают апдейта. Вот. Далее слайд имени Хинтона. Он разразился аж двумя штуками. Вот. Первое – это, наверное, капсульные сети. Наверное, не знаю, многие о них слышали. В общем, на самом деле, наверное, это самый популярный ролик на YouTube касательный машин лернинга. Не знаю. То есть очень много я видел обзоров там. Не знаю, только ленивый, наверное, не делал на них обзоры. Вот. А вторая статья – это когда мы задистилим Neural Network в Decision 3. То есть идея в том, что мы пытаемся вскрыть черный ящик тем, что вот строим какие-то, грубо говоря, фильтры. И вот строим дерево, где у нас в каждом тернеле есть какая-то, не знаю, картинка, какой-то паттерн. На самом деле тут даже к этой картинке можно сделать какую-то претензию, потому что лично мне кажется, вот эта штука не добавила интерпретируемости. Но кто знает, в общем. Это две статьи, которые сделал Hinton. Обе из них, они скорее так больше похожи на идеи. То есть я не видел, чтобы кто-то использовал их на практике. Вот капсульные сети, у них, наверное, один из главных минусов в том, что работают они довольно долго. Но с другой стороны, нам продают модель, которая инвариантна практически ко всем афинным преобразованиям. И вообще очень хорошо понимают всякие концепты. То есть ее не обмануть тем, что у нас будут отдельно фичи, треугольники, отдельно квадратики. Она подумает, что это домик. В общем, почитайте. Я думаю, это вам понравится. Да, и поскольку у меня было мало времени, то я вот решил на этом заканчивать. Что же, если так подводить эту ретроспективу под конец, то у нас очень много статей про новую архитектуру, которые таргетят делать все быстрее. У нас суперпопулярные ганы. У нас есть претензия на то, чтобы зачеркнуть адам из дефолтного выбора. То есть есть там Yellowfin оптимизатор, который в очередной раз делает нашу жизнь легкой. Никогда там не надо париться о том, как апдейтить всякие параметры и так далее. В общем, все будет работать в очередной раз, как нам обещают, из коробки. И в очередной раз чуть-чуть быстрее. В общем, мы наблюдаем много статей, которые работают с тем, чтобы сходимость улучшалась. То есть в частности здесь, например, мне отдельно понравилась статья, я не стал ее включать сюда, где от DeepMind ребята делали оптимизацию сети, переходя в пространство Соболева, аргументируя это тем, что у нас не везде есть производные и так далее. В общем, это страшно было. Еще, наверное, один из пунктов – это Hinton жжет, Hinton в огне. В общем, он выплеснул, например, те же капсулы, которые сам признался, что они не очень работают, но вдруг кто-то доделает. И очень можно много наблюдать статей, которые все-таки пытаются еще глубже понять теорию диплёринга, почему она сходится, как она сходится и так далее. Это какие результаты, как мне кажется, есть. И, наверное, приветствую open discussion. То есть это такая ретроспектива, что, собственно, было сделано. В общем, вопросов, наверное, здесь не к чему задавать. Разве что почему ты не включил статью А и почему ты включил статью Б. Но мы можем поговорить, что, например, вам понравилось, не знаю, а я вот не включил. Или наоборот, какой я молодец и включил. Расскажи немного про ваше исследование. Я думаю, что я, к сожалению, не могу об этом сделать. Я могу рассказать о том, что у меня сейчас в голове кроется. На самом деле в голове у меня сейчас кроется статья не 2017 года, а 2016 от DeepMind, от ноября. В общем, у них есть классная штука, которая называется spatial transform network. В общем, идея в том, что у вас перед тем, как, например, засунуть в какую-то модель, которая делает, например, классификацию дорожных знаков или там face recognition, допустим, или там person recognition, что угодно, у вас делается маленькая сеточка, которая говорит… Ну, она решает задачу локализации, то есть ей подается какой-то грубый кроп, а дальше она отвечает на вопросы, как повернуть это изображение, не знаю, какое сделать над ним афинное преобразование, то есть может там сдвинуть надо и так далее. То есть она как раз решает проблему того, что у вас детектор может налажать или там что он сделает какой-то неточный кроп, или там что вам нужно делать face alignment для face recognition или что-нибудь такое. Вот это круто. И главное, что это должно решить как раз эту проблему с тем, что когда мы вращаем картинку, то у нас сеточки к этому, к сожалению, не вариантны. Это то, что мне нравится. Я бы ее с удовольствием включил, но она и была не в 2017 году. У меня еще такая небольшая ремарочка. По-моему, сейчас стоит в заартной сегментации это не маск, а это все-таки PSP.net, насколько я помню. Во-вторых, там недавно была статья, она сейчас на open review висит, по поводу Адама, кстати, что там в нем допущена ошибка в оригинальной статье. И она сейчас собирает позитивные отзывы, что там они сделали новый Адам, улучшенный, без ошибки, который сходится быстрее, лучше и вообще. И из коробки прямо. Если они это пофиксят, я буду, наверное, очень рад. Пофиксили вроде как уже есть где-то реализация. И там все в восторге. Это хорошо. Вообще я заметил, что с плохими результатами статьи не выкладывают. Ну или очень редко выкладывают. То есть я не видел, чтобы мы сделали новый оптимизатор, и он работает медленнее, чем все предыдущие, но мы молодцы. Еще запитание. Всем спасибо. Нам нужно несколько минут на то, чтобы подключить следующего спикера. Тому почекайте, будь ласка, не расходьтеся. Спасибо. Спасибо.